Всем добрый вечер, играю в Блиц, в этот раз на сайте liches.com.org, прошу прощения. Довольно много нам введений там появилось, возможно кто-нибудь из наших комментаторов Феникса запишет видео на эту тему. А у меня снова конь f3, ничего необычного, и конь e5. То есть обычно черные вместо конь c6 в подобных структурах сначала играют мне e4, как раз, чтобы не допустить прыжка моего коня на e5. Потому что в случае размена bc в белых появляются планы, связанные с обработкой слабостей по черным полям. То есть я хочу загрязать, может быть, b3, слон a3, ладья c1 или слон e3. Наверное, лучше слон e3, потому что b3 черные уже встретят путем e5. А здесь на e5 есть ход de, конь e5 и слон d4. Я ставлю противовес этому черному чернопольному слону на большой диагонали, получая неплохую позицию. Но пока есть смысл придавить на c6. Придется столкнуться с выбором, или как-то жертвовать эту пешку, или защищать вот пассивно. Почел мой соперник защитить. Сыграфик с d2, может быть, хочу пойти слон a6, разменять чернополов. Стратегически это должно быть выгодно. Где и 8. Наверное, есть смысл забросить слон a6 в любом случае. Скорее всего, соперник просто отведет его на h8. Я не вижу смысла менять слонов. После этого, ну, все-таки слон a6. Немножко странное решение, да? А, то есть мой соперник пытается сделать вид, что с фигзем на a6. Мне не очень удобно защищать все эти пешки. Ну, не выглядит убедительно. То есть я могу просто взять e5. Ну, и сделать, в принципе, любой ход на конь c5. Или b3, может быть. Конь c5. На конь c4 есть ферзь d2, вроде все пешки держатся. Думаю, что последует ход слон c8. Я пойду b3. Попытаюсь изобразить небольшой позиционный перерез. Может быть, хочу стрелять от деда 1 и е4. Хотя это, конечно, палка о двух концах. Ферзь f6. Ну, могу сказать, что мне очень нравится положение моего ферзя на a6. Пожалуй, уберу его. Вряд ли это был сильнейший ход. Определенный смысл есть. Солон f5. Да, проблема этой позиции забыла в том, что нет ярко выраженного плана. То есть, пока сыграл ладья e1, профилактическая защита пешки. Я не знаю, что хочу после этого. Может быть, сыграть ферзь a5 или ферзь d4. Ферзь d4, конечно, играть сразу нельзя из-за конь c3. Ну, в вариантах h5. Принник хочет пойти h4. Так, сыграть h3. Какая небольшая профилактика. Теперь на h4 есть ответ g4. К тому же, может быть, в каких-то позициях я уже хочу сам сыграть f4, пользуясь тем, что конь расположен не очень удачно. Но пока конь d7 держит позицию. Мне надо что-то придумать. Попробую сыграть f4, поменять коней и сыграть e4. Не очевидное решение, но уже надо было что-то делать. Так, мне отдают слона. За что? Не совсем понятно. Видимо, за какую-то компенсацию верится с трудом. То есть, если я, например, возьму здесь f4, король h2, вроде бы ничего нет. Времени, как обычно, мало, поэтому надо ускоряться. Конечно, аж же это приятно, это чего-то к изменению структуры, но размин ферзей, скорее всего, важнее. Поскольку черные стоят по размерам, могу себе позволить выйти королем на g3. Объективно, это выигранная позиция, и большого ресурса сопротивления у черных здесь быть не должно. Ну да, сперник сдается. Всем спасибо за внимание.